Добрый день. То, что сказала Микмина Галяевна, это да, работа у нас в Урале тяжелая, в плане того, что нас всего 4 человека во фракции. В прошлом году у нас добавилось еще 4 человека. Вы, наверное, знаете, то, что произошло в прошлом году, это ужас для республики, конечно. Когда в других фракциях мы объединились в такую нефункционную группу и написали письмо президенту. Потому что наше правительство, ну, скажем так, власть не спешила что-то делать, когда у нас была саранча, засуха, когда падеж прошел. Это говорит о том, что, ну, не все еще люди, скажем, такие черствые, как в большинстве там в Урале сидят. Потому что в прошлом году, вот, так все сюда крутилось, завертелось из-за того, что, ну, все так совпало, и ковид, и засуха. Такие колоссальные деньги были потрачены и на искусственные бюджеты для наших врачей-медиков, которые работали, борясь с ковидом в красной зоне. Но, опять же, есть такие моменты упущения нашего правительства, которые, ну, ну, никак от меня невозможно объяснить словами. Даже простой вопрос. Почему-то в соседних регионах у нас Минобороны строят госпиталя за федеральные деньги. У нас почему-то не строят. На вопрос министра, который сказал, у нас не подходит порозье ведро. Это что такое? Хотя, если бы сюда приехали бы инженеры с Минобороны, они бы сразу воздвигли госпиталя, всем бы хватило места, лекарств, все было бы оборудовано. Ну, власть, это смотрит как-то по-другому, в другое видение. И то, что говорила коллегам в плане работы в парламенте нашей, было бы гораздо плодотворнее проходило, если бы у нас там было побольше. А почему у нас там мало? Потому что вот все идет к тому, что у людей отучили за эти 20 лет ходить на выборы. На выборы и голосовать. Отдать свой голос. А там математика 5-6 класса. Чем меньше придет, тем для них выгодно. Народ уже разуверился, согласен, не хотел даже ходить на выборы, но об этом забывают сами избиратели, что их голос, так говорят в примере, да, мой голос уже не решает. Как раз-то и решает. Спасибо. Как в нашей категории все записано. Быть, право избирать и быть избранным. И наше право, получается, забирает, забирает на выборы. Когда человек не пойдет на выборы, все это фальсифицирует, вбрасывает. Тем самым плюют каждому из нас в лицо. Чтобы такого избежать, я вот призываю вас, друзей, коллег, знакомых, соседей. Их, скажем так, поддержать, чтобы они вышли и пришли на выборы. За честный выбор. Вот имя за честный. А не так, как они хотят нарисовать себе протокол. Это одно. По поводу закона «Детей войны» это очень было у нас тоже. Это не одним из разы, потому что вносились документы, как они проекты. И вот на этот, в прошлом году, наконец-то, да, все это разрешилось. Но вот хотел дополнить того, что в разговоре с министрами и со социальной защитой, и финансов. Сумма небольшая, 500 рублей в месяц. Но, как заверил министр финансов, что эта сумма будет индексироваться. Индексироваться в плане того, что, ну, как бы, деньги у нас, это не секрет. Они немножко уцениваются, да. Вот, это вот уже победа такая. Потому что, почему пошли на это, я так думаю, потому что на сегодняшний момент самому молодому, скажем так, дитю войны, представителю этого поколения, да, с 41-го года, тоже почти 76 лет. 76 лет, это самым молодым. При том, что уже не в каждом районе есть ветеран военный. Вот, это уже те, ну, как говорили, что и говорят, что это те люди, которые видели своими глазами войну. Вот, вылетели детьми в это время. Я думаю, мы на этом не остановимся. Думаю, эту тему дальше будировать. Да, закон сырой, но будем его поправлять поправками. Закон, законопроект, чтобы хоть как-то помочь этому поколению. Я думаю, по правкам, как говорил, я хотел добавить тоже по муниципальному фильтру, там тоже такой парадокс получился, вопрос. Наша фракция выступала за 5%, но вот так получилось, что Единая Россия предложила 7%, и они же проголосовали за 7%. Получается, как бы они, партия власти, они приняли, да, сподвигли, но, вот, опять же, очень парадокс. Глава администрации и Народного права разделяет один этаж. Как так получается? Документы поднимаются все на подпись наверх, где и этот закон не поступил туда. Единственный. Он выпал из-за списка. Вот вопрос. И на этом основании глава республики не подписал такой закон. Потому что неоднократно говорили, то что, опять же, возвращаясь к этому закону Конституции, избирать и быть избранным, чтобы было у всех право баллотироваться в главу республики. А так, получается, игра во дня ворота, ну, нечестно и некрасиво, уже даже и не смешно, как это все происходит. Все вы прекрасно понимаете. Вот. Ну, у нас на этом работа не закончится, мы будем заново подавать, потому что это наша цель, чтобы снизить процент, чтобы дать возможность другим кандидатам баллотироваться на главу республики. Может быть, и когда будет у нас достойный кандидат местный у нас тоже. Почему бы и нет? С другого района регионов, то там, ученеров, допустим, терпит, там, не важно. Ну, факт, что дали эту возможность. Это сейчас и забрали. Вот. Ну, я готов на вопрос ответить, но передам слово Кушевину Александру Валерьевичу, нашему кандидатуру. Ну, пока Александр Валерьевич готовится, я просто дополню, наверное, вот, я, говоря о Сергею Александровиче, не сказала, поскольку он на сегодняшний день является кандидатом в депутаты Государственной Думы. Значит, краткую биографию вы прочитаете в газете, вот в этой газете, спецвыпуск у нас, да? А просто от себя лично хочу сказать, что это человек, который в этом списке оказался не случайно. Это человек является ветераном боевых действий, прошел войну в Чечне, имеет тяжелые ранения, значит, является кавалером Ордена Мужества, но при всем при этом он сумел сохранить вот это свое жизнелюбие, сумел остаться в строю, мало того, что он сегодня является на переднем фронте борьбы за чаяние интересы населения нашей республики. Поэтому хочу сказать, что это наш друг и соратник, и я надеюсь, что к кандидатуру Сергея Александровича и всех наших кандидатов вы обязательно поддержите. Мэнду Цугар, меня зовут Чучеев Иван, и мне небезразлично, будущее моего народа. Я призываю всех воспользоваться своим правом и принять участие в выборах Государственной Думы РФ. Я считаю это обязанностью честного и ответственного гражданина республики. Плохая власть выбирается гражданами, которые не голосуют. Если вы довольны текущей ситуацией, можете не ходить на выборы, ваш голос уйдет куда надо. Но мало просто выбрать, надо сделать так, чтобы это было честно и справедливо. А без нашего участия этого не произойдет. Я и другие активисты иду на выборы в качестве наблюдателя и призываю всех, кто солидарен с нами, присоединиться. Пишите в личку и в аккаунт «Твой выбор». Честный выбор – это твой выбор.